Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. В Татарстане растут цены на хлеб и молоко. На автозаправках республики подорожал бензин. Насколько еще вырастут цены на топливо после увеличения акцизов с 1 апреля. В Татарстане продолжает дорожать хлеб. За вторую неделю марта цены выросли еще на 3,5%. Если брать статистику с начала месяца, то рост составил порядка 6%. То есть хлеб и булки подорожали на 2 рубля 30 копеек. И это еще не предел. Скорее всего, рост цен в магазинах продолжится. Напомним, производители хлеба заявили, что подняли отпускные цены на все виды хлебобулочных изделий на 10% впервые за последние полтора года. Они связывают это с повышением инфляции. Госалкоголь инспекции республики заявили, что рост цен на хлеб действительно фиксируется, но не критичный. Жалоб от жителей пока не поступало. Все это контролируется на уровне правительства. Могу сказать, что критическим является рост цен на более чем на 30% в течение месяца. Значит, таких у нас цифр не зафиксировано. За прошлый год, за весь год, рост цен на хлеб идет не более 17%. То есть эта информация в свое время направляется и в антимонопольную службу, и в Минсельхозпрод для того, чтобы принять меры по стабилизации цен. Пока таких оснований для направления этой ситуации как нарушений у нас пока нет. Наряду с хлебом в Татарстане растут цены на молочную продукцию. С начала марта стерилизованное молоко подорожало почти на 2%, а пастеризованное молоко почти на 1%. Также выросли цены на творог и сыры плюс 0,9% и 0,8% соответственно. Кроме того, в марте подорожала гречка на 1,3% и рыба мороженая на 1,2%. Помимо рост цен на основные продукты в Татарстане подорожал бензин. По данным Республиканской службы госстатистики с начала марта цены на топливо марки АИ-92 выросли на 0,8% или на 25 копеек. Стоимость 95-го бензина и диз топлива не изменилась. Цены на заправках растут не только в Татарстане, но и по всей России. По словам экспертов, рост розничных цен на бензин – это следствие резкого повышения оптовых цен, что в частности связано с ростом акцизов с 1 января. К примеру, оптовая стоимость 92-го бензина с начала года уже выросла на 6500 рублей за тонну, то есть на 6,5 рублей за литр. Напомним, с 1 апреля ожидается очередное повышение акцизов на топливо. Ставка на бензин вырастет на 2 рубля за литр, а на дизель – на 1 рубль. В итоге, по подсчетам Минфина, розничные цены на топливо в течение года могут вырасти на 7%. Антибонопольная служба, в свою очередь, предупредила, что незамедлительно начнет расследование, если цены на бензин на АЗС после 1 апреля вырастут более чем на 2-3%. Казанские власти ищут банк для выдачи льготных кредитов предпринимателям. Объявлен соответствующий конкурс. Отметим, что ранее оператором городской программы по выдаче льготных кредитов выступал аффилированный с исполкомом Банк Казани. Напомним, льготные кредиты размером до 10 миллионов рублей будут выдаваться тем предпринимателям, которые работают в приоритетных отраслях. В мэрии заявили, что процедура рассмотрения заявок от бизнесменов максимально упрощена. Все, что нужно, это обратиться в банк и предоставить пакет документов на получение кредита. Банк сам предоставит в исполком необходимые бумаги. Предпринимателям к чиновникам ходить не нужно. Бизнесмены смогут получить кредит в среднем спустя 7 дней после подачи заявления. Выдавать льготные кредиты начнут 22 апреля. Это были новости экономики. До встречи.